Это недобыто. А мы знаем, что порой при пропущенных мячах, пусть даже вот таких, когда к портарю не предъявишь претензий, тренеры, ну, предпочитают, скажем так, крепко подумать, а не произвести ли опять замену, такую ротацию на последнем рубеже. Поэтому я думаю, что здесь по-прежнему во многом вопрос открыт. И Мирча Луческо, я не удивлюсь, если предпримет в следующем туре вновь изменения на последнем рубеже Зенита. Хотя игра против Спартака, ох, придется голову поломать, поломать. Подожди, еще голову придется поломать в четверг, в день игры. Да, еще и колландский Мазе, Азе Алкмар приезжает в Петербург в четверг, 22.00, игра начинается. Это второй тур группового этапа Лиги Европы. Ну и вот мы видим, как Михаил Киржаков, пусть и старался, и попал с углом. К сожалению, удар Бериши, к сожалению, любители футбола из Петербурга. Удар Бериши взять было невозможно, мяч летит 120 км в час. Тут как прыгай, не реагируй. Я обсуждал то, как Ладыгин отбил пенальти в Томболе, в кубковой игре с Юрой, когда вы сюда. И он сказал, что, Федя, пожалуйста, вот тебе будут тут говорить, что он реагирует. Ну, может быть, на чемпионате колхозов кто-то реагирует. Да, вообще выбираешь угол и прыгаешь. Потому что смотришь, готовишь, ну, собственно, кому я рассказывал, в прошлом вратаре, да. В любом случае, конечно же, Киржаков выбрал правильный угол. Ну, а Бериши пробил так. Что-то этот удар было отбить невозможно. Ну, вот мы видим красивейший бросок Белину. Он, безусловно, герой этой встречи. Если бы не его чудесная реакция, прыгучесть и вратарское везение. Тут надо тоже об этом говорить. Результат бы был иным. Одной команде очень сильно повезло, вот как в этой ситуации, когда мяч после рикошета, после удара Бали оказывается в воротах Киржакова. С закрытыми глазами бил, в угловой флажок попал в спину Криши. Понятно, что кому везет, у того и петух снесет. Теперь Бали может любому сказать, так же, как и Рвба, говорить все, что угодно. На табло. Вот, там результат 2-2, так что все разговоры уже в пользу Белину. Да, ну и вот мы пересматриваем, пересматриваем эпизод, когда высокий Дзюба сбросил на не самого высокого Жулиана. И там, конечно, было... Ох, какое спасение в исполнении Белинова. Это эпизод с... А вот, собственно, вот второй отличнейший момент у Кокорина, когда он бьет в ближнюю 9, и Белинов действительно с какой-то... Ну, я во время самой игры не понял, как можно так быстро поднять руки. Не, но в таких ситуациях он просто выглядел каким-то волшебником, магом в воротах. У нас, по-моему, готовы первые... Субтитры сделал DimaTorzok